Всем привет! Сегодня покажу эпизод собеседования, а точнее прелюдию к нему в сетевой пирамидке StarLife на должность страхового брокера. Сотрудники этой компании занимаются продажей полиса страхования жизни своих многочисленных страховых партнеров обычным людям с улицы, а точнее с социальных сетей. Параллельно не стесняясь делать из них таких же страховковтиратерей, что называется в лучших традициях сетевого маркетинга. Чтобы трудоустроиться, вы берете, ну хотя бы минимальную страховочку по тарифу 400 долларов в год, дабы опробовать все прелести сия продукта. Затем проходите вводный курс обучения за 1500 гривен, подписываете трудовой договор, чтобы получить право от имени компании StarLife заманять ваших знакомых на подобное мероприятие. И в дополнение скилл чертить каракули на листочке, приправляя все это красивыми доводами о том, что страховка это все, что вам нужно для счастливой старости. Такие дела. Дальше, нам, друзья, не ошибаюсь, у тебя не будет стипендии. Говори о том, что вы классно. Теперь без стипендии сижу, да? Понятно. То есть, если на нас куча такие вещам, которые нам дальше не нужно, здесь интереснее, здесь я немножко по-другому. Нам интересно, чтобы у вас это получилось. Накопить это логично. И давайте посмотрим, мы обсуждаем, знаете, сидим, смотрим, знаете, совещание инвесторов, куда мы проинвестируем своих 400 долларов в год. Так серьезно, сейчас смотрим, знаете, обсуждаем, там, защита накопления, куда проинвестируем, реинвест, там еще что-то, процент, откуда берутся сумасшедшие цифры, а компания, куда она возьмет эти деньги. Ну, понимаете, есть статистика, кто-то умер, кто-то не умер. Знаете, есть такая статистика? Если человек умер, ему заплатили, да, если человек не умер, понятно, что вот, если вы посмотрите, я ушел на страховку. Все, по сути, легко. Люди берут больше страховки, компания больше зарабатывает. Компания лучше проинвестировала, она больше заработала. По поводу, давайте так, где мы работаем, какая компания, кто помнит? Один Саша помнит, да? Компания StarLife. Давайте так, не путаем с компанией MetLife. Что такое компания StarLife? Это компания как посредник между страховой компанией, получается, и лентой. Наша самая сложная работа, чем мы занимаемся, мы просто рисуем три листочка. Скажите, все смогли бы нарисовать три горябых листочка? На оплату. Помните, вот так, да, вот так, нет. Все смогли бы. Смогли бы, я понимаю, это может быть не сейчас, может быть и такие большие. Но просто сказать, друг, мы живем сзади, если надо с ним вылазить. Ну, ебово. Он говорит, окей, погнали. Ты показываешь ему три страца туннеля, вот MetLife, вот гарантии, бери, накапливай. Дальше друг знакомый говорит, я вижу в этом смысл, заполняем с ним заявление. Зачем заявление? Вы же понимаете, нам платят не за то, что мы забираем у человека деньги, а за то, что мы помогаем ему выпустить нормальную программу. И проплачиваем деньги, которые решил сам себе человек накапливать. Минимальная сумма 10, надо больше, накапливаем больше. Компания проверяет заявление, выпускает в полис. За то, что мы сделали работу, нам платят свой процент. Тут все понятно? Кто бы не смог справиться с такой работой? Сложно. Все смогли? Шикарно. Перед тем, как работать, есть два условия. Кто помнит эти условия? Будь участником. Телешоу. С вашими качествами. Быть клиентом. Да, быть клиентом. Да, быть участником стражевого продукта. Да, надо быть клиентом. Опять-таки, не обязательно брать полис с компанией MetLife. Давайте, вы же все понимаете, что есть компания MetLife, а есть еще около 20 компаний в Украине, таких похожих на компанию MetLife. Есть ПЗУ, Альянс, Луника, Ренессанс. Выбирайте любую страховую компанию. За границей есть больше тысячи компаний. Можете поехать за границу взять там. А скажите, а у кого больше сомнений не в страховой компании, а в Украине? Вот, да, мы больше доверяем не в страховой компании. Она-то работает, правда? Вы же знаете, что она работает, но не в Украине. Ну, так же же? Да. А скажите, а кто же посоветовался с друзьями, с мамами, с папами, с женами, с братьями? Кто же советовался? Не в то. А ну, признавайтесь, кто советовался? Слушай, по глазам вижу. Как зовут? Лена. Лена, что сказали? Ну, во-первых, я уже давно слышала StarLife, MetLife. Да? Да. Шикарно. Уже где-то полгода, наверное, знаете, или не больше. Вот. Ну, рассматривали. Ну, так как мы уже были в другой страховой компании, то сейчас уже нет смысла... То есть полис, да? Да, есть. Прикольно. Вот. Ну, это родители этим занимались. Вот. В другой точно так же... Гравы, да? Что-что? Гравы, да? Гравы компания, да, называется? Или ПЗУ? ПЗУ, и раньше называлась и Питер, и сейчас, как ее княжна. Княжна. Это наш второй партнер. То есть прикольно, понимаете? Да, ну, там была гарантия. Хорошо, что она была. Кто еще посоветовался?